В марте 61-го года космонавты 1-го отряда, включая их Гагарина, пришли в нашу рабочую комнату для встречи с Сергеем Павловичем Королевым. За мой стол сел молоденький офицер Юрий Алексеевич Гагарин. Вы помните этот день? В 61-м году, 12 апреля, где находились? О чем думали? Я был в коллективе 9-го отдела, который был создан в конструкторском бюро Сергея Павловича Королева. И все мы ожидали этого момента. Как только нам сообщили с космодрома Байконур, что Юрий Алексеевич Гагарин сел, то есть он отлетал вокруг Земли и сел. Вот эта его успешная посадка вызвала бурю восторга, и все мы начали кричать «Ура! Ура! Ура!» Правда, что вы, когда приземлился «Восток-1», что вы от него кусочек обшивки оторвали? Когда Юрий Алексеевич сидел за столом моим до полета еще, и когда он уже, его привезли после полета, это было, так сказать, разной ситуации. Не подберешься, к нему же не подберешься. А ему с трудом пришлось взять у него автограф. Начал рассказывать об этом аппарате, который должен был полететь в сторону Луны. Юрий Алексеевич вытащил такой озенький блокнотик и вот слушал мои лекции. Было приятно ведь. Инженеры, то есть мы, которые создавали космические аппараты, и другие, так сказать, аппараты космические, тоже захотелось летать. И мы все подали заявление Королёву. Вот это космонавты все подали. И Королёв нас собрал и задал каждому из нас вопрос, для чего вы хотите полететь в космос? Дело дошло до моей фамилии, он сказал, зачем вы хотите полететь? Я сказал, для того, чтобы испытать аппаратуру и изучить космическое пространство. Что ответил Сергей Павлович мне? Говорит, молодец, настойчивый. Я говорю, Юрий Алексеевич, я хотел бы, чтобы вы первым сели на Марс. И знаете что? Мало кому, наверное, такое счастье не было, как у меня. Юрий Алексеевич подошел и обнял меня. Первый проект космических такси создал он и подал его Сергею Павловичу. Но не удалось по разным причинам это получить. Но в любом случае уже проект был готов. Будем ждать, когда его воплотят. Совершенно верно. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищенко. Выпуск мы сегодня посвятили Дню космонавтики. В гости мы сегодня пригласили удивительного, очень желанного для нас, очень ценного гостя. Урала Закирова, ветерана космической отрасли, доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного строителя и испытателя космической техники. Урал Муревич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы к нам сегодня в добром здравии пришли. Мы мечтали вас заполучить в качестве гостя. Я знаю, что так повезло, наверное, не всем сегодня с телеканалом и с местом массовой информации. Потому что кому, как не вам, можно задать вопросы, ответы на которые мало у кого получишь. Потому что вы ведь лично знали и Юрия Гагарина, и Сергея Королева. Конечно. Знали лично? Лично. Юрий Гагарин, какое впечатление на вас произвел как человек? В обычной жизни, как человек? Это был обычный, хороший, доброжелательный человек, который всегда отвечал на те вопросы, которые мы ему задавали. И всегда, так сказать, в своей работе помогал нам, инженерам, в нашей работе. То есть это был как бы уже свой человек. Помните самую первую встречу с ним? Вот ваш диалог. Конечно. А вот удивительно, что у меня с Юрием Гагарином были необыкновенные встречи. Я два слова об этом хотел бы сказать. В марте 1961 года космонавты первого отряда, включая их Гагарина, пришли в нашу рабочую комнату для встречи с Сергеем Павловичем Королевым. За мой столб сел молоденький офицер Юрий Алексеевич Гагарин. Я уже знал, что это Гагарин и решил с ним познакомиться. Я говорю, Юрий Алексеевич, вот недавно случилась беда с кандидатом космонавта Бондаренко, случился пожар. Я говорю, виноваты в этом врачи или нет? Он сказал нет. Чтобы дальше продолжить разговор с Юрием Алексеевичем, я ему задал вопрос. Юрий Алексеевич, вы скоро полетите в космос. Как вы к этому подготовлены? Юрий Алексеевич бодро, как на ответственном собрании сказал, я готов выполнить задание страны. Причем он это сказал мне, не зная меня конкретно, так сказать, мы еще не были с ним знакомы. Вот это вот его голос был такой, что я понял, что он полетит в космос, выполнит задание. И так оно и случилось. Это было удивительно незадолго до его полета 12 апреля. А давайте посмотрим видео, кусочек видео как раз вот 12 апреля, 61-й год, а потом прокомментируем очень небольшой кусочек видео, смотрим. Я в «Заря-1», зажигание. Валя у вас дается зажигание. Желаю вам доброго полета. Поехали. Вы помните этот день, вот в 61-м году, 12 апреля? Конечно. Где находились? О чем думали? Вот я был в коллективе 9-го отдела, который был создан в Конструкторском бюро Сергея Павловича Королева. И все мы ожидали этого момента. Потому что это был исторический момент. Сергей Павлович поехал на космодром, взял целый ряд нужных сотрудников. А вот весь наш проектный 9-й отдел ждал этого момента. Как только нам сообщили с космодрома Байконур, что Юрий Алексеевич Гагарин сел, то есть он отлетал вокруг Земли и сел. Вот эта его успешная посадка вызвала бурю восторга. И все мы начали кричать «Ура! Ура! Ура! Ура!». Ну и, естественно, после нашего «Ура!» стала кричать вся планета Земля. Вот вы говорите, наш проектный отдел остался наблюдать за этим. А вот о семье космонавтов, они какие-то особенные? Я знаете, к чему веду? Ведь в прошлом году в марте не стало супруги Юрия Гагарина, Валентины Ивановны. Она была человеком непубличным, очень закрытым. Об этом, тем не менее, весь мир узнала всю жизнь в «Звездном городке», так и прожила. А я вот хочу спросить, а семьи космонавтов, они какие-то особенные? Вот как семьи военных, скажем. У них же такая же домовыправка, по сути, как и у отца на работе. Много лишений, много каких-то ограничений у семей, если главный человек в их семье работает на космос. Как это было в вашей семье? Вы же даже приготовили специальное поздравление для этих семей. Расскажите и поздравьте. Я хочу вот что сказать. Прежде всего, я от всей души хочу поздравить жителей Татарстана с великим космическим праздником 60-летия полета Гагарина. Космический бейремблен, хадр-ле, татарстан-халка. Особенно я обращаюсь с поздравлением к семьям тех татарстанцев, которые принимали участие в космических работах. Ну, приведу пример, например, семью Ландера Велена Григорьевича, который работал на фирме «Элекон» в Казани. Вы знаете, что они, эта фирма, усилиями Велены Григорьевича и его сотрудников, создали аппаратуру для телеметрии. А что такое телеметрия? Вы знаете, вот когда космический аппарат летает, вся информация на Землю приходит, на Землю с помощью телеметрии. И мы узнаем, какая аппаратура работает, какая аппаратура не работает, все ли в порядке на каком-то этапе. Поэтому, вот, просто я хотел сказать, насколько важны те, значит, новинки, которые были сделаны в период создания космической техники казанскими учеными. Очень приятно. Спасибо большое. Я думаю, что семьи этих людей, о которых вы сейчас говорите, наслышат, им, наверное, очень приятно это поздравление выслушать. А хочется мне задать вопросы, которые точно никому не адресуешь, кроме как вам. Правда, что вы, когда приземлился «Восток-1», что вы от него кусочек обшивки оторвали? Это правда? Вы знаете, Ну, конечно, вы знаете, вот какая была разница. Когда Юрий Алексеевич сидел за столом моим, до полета еще, и когда он уже, его привезли после полета, это было, так сказать, ну, разной ситуации. Не подберешься к нему, же не подберешься. С трудом пришлось взять у него автограф и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, мне очень повезло. С Юрием Алексеевичем Гагарином я случайно встречался и случайно, и по служебным делам. Вот. Не один раз причем. Не один раз мы с ним встречались. Даже вот когда я работал с лунными аппаратами на космодроме Байконур, ко мне приехал Каманин. Николай Петрович говорит, «Урал Нуреевич, пожалуйста, прочитайте нам лекцию о том аппарате, который будет запущен». Я говорю, «Хорошо». И вот после этого ко мне приехали космонавты, включая Юрия Алексеевича Гагарина. В качестве слушателя? В качестве слушателя, да. То есть вы вступаете, вы читаете лекции, и я начал рассказывать об этом аппарате, который должен был полететь в сторону Луны. Юрий Алексеевич вытащил такой озенький блокнотик и вот слушал мои лекции. Было приятно ведь. Конечно. Но самое приятное было еще вот что. Я вот подробно хочу об этом сказать. Значит, тоже в 67-м году в Центре управления полетами Евпатории друзья Гагарина отмечали в день рождения. А он должен был, значит, от 9-го числа до день рождения быть. Из-за того, что мы запускали вот этот аппарат, перенесли. Поэтому где-то в 20-х числах, значит, он был в ресторане, друзья его поздравили. Юрий Алексеевич не остался в ресторане, он пришел на работу. Ничего себе! Отмечали без него. Да. И вот он пришел, и я сразу же подошел, Юрий Алексеевич, разрешите вас поздравить с днем рождения. Потом я, значит, у меня были кусочки древнего дерева, который я на космодроме подобрал, около домика Королева. Я подарил ему. Он эти камешки, так сказать, знак вечности положил в карман. Я говорю, Юрий Алексеевич, я хотел бы, чтобы вы первым сели на Марс. И знаете что? Мало кому, наверное, такое счастье не было, как у меня. Юрий Алексеевич подошел и обнял меня. Вот понимаете, когда космонавт тебя обнимает, это уже уникальная вещь. А в это время шел грозный там генерал, Юрий Алексеевич говорит, знаете что, давайте в другую комнату со мной. Это была последняя с ним встреча, с Юрием Алексеевичем, а через некоторое время, к сожалению, он погиб. И вы знаете что? Вот эта страшная потеря очень повлияла на всех нас, особенно, естественно, на тех, кто его близко знал. Я в Костровском бюро тут же встретил в этот день, в день этой трагедии знаменитого летчика-испытателя, который был членом государственной комиссии. Я говорю, что случилось, Сергей Николаевич? Говорит, потеря пространственной ориентировки. Вот определение было, как член государственной комиссии. Вот получается так, что я Юрия Алексеевича Гагарина встретил еще до его полета. И я один из последних, кто с ним общался до его кивили. Это, конечно, уникальные воспоминания, совершенно уникальные. Вот что я хотел сказать. А давайте про вас тоже, Ураль Ильич, давайте про вас поговорим, то, чем вы занимались все эти годы. Потому что я знаю, что вы тоже ведь подавались, да? Вы же тоже теоретически могли стать космонавтом. Почему они не послезали? Конечно. И что там было не так? Дело в том, что когда начали летать военные летчики в космос, инженеры, то есть мы, которые создавали космические аппараты и другие, так сказать, аппараты космические, тоже захотелось летать. И мы все подали заявление Королёву. Вот этот космонавт все подали. И Королёв нас собрал и задал каждому из нас вопрос, для чего вы хотите полететь в космос? Дело дошло до моей фамилии. Он сказал, зачем вы хотите полететь? Я сказал, для того, чтобы испытать аппаратуру и изучить космическое пространство. Что ответил Сергей Павлович мне? Говорит, молодец, настойчивый. Настойчивый. Вы же этим и занимались просто на земле всю жизнь. Не обидно, что так и пришлось на земле остаться? Конечно, обидно было. Но такова уже судьба, что не всегда это получается. А чем гордитесь? Хорошо. А чем гордитесь за все эти годы огромные? Вот я хочу гордиться тем, что у Сергея Павловича Королёва я попал в отдел, руководителем которого был один из проектантов космического корабля «Восток». Это был Молодцов Владимир Васильевич, 24-го года рождения, участник Великой Отечественной войны. В 57-м году он пришел после окончания МАИ к Сергею Павловичу Королёву и начал работать. И тут же ему поручили спроектировать, он проектантом был, первый спутник Земли, ПС-1. После этого ему поручили первый спутник, который полетит на Марс автоматически. он это сделал. После этого ему поручили проектировать космический аппарат «Восток» этого Молодцова. И вы знаете, вокруг, я уже в это время был у него, естественно, мы вместе работали, а дальше получилось вот очень интересно. Вокруг этой темы стали группироваться проектанты, которые должны были уже в этом участвовать. Понимаете, стала собираться такая группа, примерно 200 человек, а дальше все они получили отдельные задания для того, чтобы создать этот аппарат. Там было тысячи и тысячи проблем, которые надо было решать. И вот всю эту группу собрал потом под свой сектор феоктистов Константин Петрович. Ну, потом и группа Владимира Васильевича Молодцова тоже попала туда. И мы, так сказать, вместе... После этого, вот, понимаете, те организации, которые, это не КБ Королёва, должны были решать какие-то проблемы жизнедеятельности, там, тепловые вопросы, миллион таких, радиовопросы и так далее. Все эти организации подключились уже к нам. И вот этими организациями как бы руководили вот эти 200 наших сотрудников. Вы знаете, что, и вот я хотел бы еще, пока время у нас есть, сказать вот что. Вы можете задать, что это за люди были вокруг меня. Что это были за люди вокруг вас в это время? Я скажу. Это время, когда уже первый полет состоялся, когда прорыв уже был. отечественная космонавтика, полет Гагарина создавали люди особой природы. Они работали не ради денег и не ради славы, а для того, чтобы выполнить то задание, которое великое задание, которое им было поручено. Вот Гагбулла Тукай написал, у него есть такой стишок «Добьется цели только тот, кто твердо движется вперед». Вот таких, видимо, берут в космонавты и в те отрасли, которые занимаются освоением космоса. Давайте, вот у нас минуточка осталась до конца эфира. Хочется мне озвучить результаты голосования. Мы обычно до начала программы запускаем голосование в нашей группе ВКонтакте. В этот раз мы наших телезрителей потенциальных спрашивали «А вот вы хотели бы полететь в космос?» 38% ответили «Да, сейчас даже можно туристам туда полететь». Действительно, туристу у нас уже 20 лет, да? В 2001 году уже первый турист полетел в космос. 38% настраиваются, не исключает такой вариант. 28% ответили «Нет, как-то мне страшновато». А еще 32%, то есть каждый третий сказал «Я даже не мечтаю, это, наверное, очень сложно». Как думаете? Возможно когда-нибудь, что, как вот вы к нам сегодня на такси приехали, так же можно будет в космос летать по какой-то, ну, наверное, по делам, скажем так. Возможно будет это или нет когда-нибудь? Да, об этом часто думал и говорил Сергей Павлович Королев. И это дело будущего. Обязательно нужно строить такие, так сказать, аппараты, которые позволили бы нам элементарно летать из Казани на Дальний Восток, из Казани в Москву, из Казани в другие страны, так, чтобы можно было, так сказать, осуществить вот этот проект Королевский, осуществить этот проект космического такси. Кстати говоря, если уж опять я возвращаюсь к этому дорогому молодцому Владимиру Васильевичу, первый проект космического такси создал он и подал его Сергею Павловичу. Но не удалось по разным причинам это получить. Но в любом случае уже проект был готов. Будем ждать, когда его воплотят. Совершенно верно. Глядишь, и доживешь. Спасибо огромное. Очень приятно вас видеть в нашей студии в добром здравии. Многих-многих лет. Здоровья, пожалуйста, берегите себя. Приходите к нам еще через год. Встречаемся здесь. Договариваемся? Спасибо большое. Договорились. Спасибо огромное. Это была программа Актуальный разговор. Он был сегодня посвящен в Дню космонавтики. А в гостях у нас был ветеран космической отрасли, доктор физико-математических наук, заслуженный строитель, испытатель космической техники Урал Нуревич Захиров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова